В августе исполнилось 10 лет пяти. С одной стороны, это едва ли не самый жуткий и влиятельный хоррор в истории. С другой, это короткая бесплатная игра, которая сейчас формально даже не существует. Что же превратило играбельный тизер, отмененный Silent Hills, в настоящее культурное явление? Давайте найдем ответ вместе. Во тьму вместе с вами погружаются пропавший во временной петле сценарист Кирилл Никифоров, голос из тумана Александр Фенин и архитектор Кошмаров, монтажер Александр Форсенко. Мы начинаем. Сегодня мы не будем подробно разбирать историю, предшествующую пяти. Оставим под коверные интриги десятилетней давности на совести участников. Лучше посмотрите наше видео о том, как умирала Konami. Ссылка должна быть где-то в описании. Но необычный релиз сам по себе стал частью феномена пяти. Так что начнем с него. Игра появилась на свет внезапно, словно скринер. Ее просто и без затей анонсировали во время конференции PlayStation на Gamescom 2014 и сразу же, совершенно бесплатно, добавили в PSN ее играбельный тизер. Собственно, именно так и расшифровывается ПИТИ – плейбл тизер. Анонс шел сразу за выступлением Хидео Кодзимы, который рассказывал о механике коробок в новый Metal Gear. Но формально никакой связи с гением не имел. Народ, конечно, не возражал против новой забавы. Все-таки бесплатные хорроры на PlayStation – большая редкость. Да и трейлер с говорящим кровавым пакетом и перепуганными геймерами выглядел неплохо. Но особого восторга никто не испытал. Ну кого можно удивить инди-ужастиком от никому неизвестной 7780 Studios? Мало ли этих страшилок, одна другой глупее. Зато когда первый стример прошел ПИТИ до конца, взорвалась настоящая инфобомба. Кодзима Дель Торо Ридус Сайлент Хиллс Забавный факт – Кодзима рассчитывал, что решение всех загадок и полное прохождение пяти займет у игроков хотя бы неделю. Твою мать, беги быстрее! Беги куда-нибудь! Вон! Однако визжащие от ужаса стримеры справились с задачей гораздо быстрее. Мир увидел секретный анонс Сайлент Хиллс всего через несколько часов. Но в итоге, как мы знаем, никакой Сайлент Хиллс не было. А что же было? Все начинается с того, что главный герой просыпается в темном подвале. Он выходит в узкий коридор, похожий на букву «Г» на часах без одной минуты полночь. По радио рассказывают об отцах, которые убили свои семьи. Какое отношение к этому имеем мы, совершенно непонятно. Пройдя коридор до конца, мы понимаем, что попали во временную петлю. Все, что здесь можно сделать, раз за разом проходить один и тот же путь, внимательно смотреть по сторонам и решать странные, аллогичные головоломки. Ну и умирать от злобного призрака по имени Лиза. В финале герой все-таки выходит на Туманную улицу. Здесь мы наконец-то можем взглянуть на него со стороны. Оказывается, что это герой Нормана Ридуса. Следом анонс «Сайлент Хиллз». Все. Кто такой главный герой? Как его зовут? За что он страдает? И как связан со злосчастной семьей? Мы так, видимо, никогда и не узнаем. Нам остается только гадать и строить теории. Все в лучших традициях «Сайлент Хилл», где воображение всегда брало на себя большую часть работы. Но о связях с другими играми вселенной мы еще поговорим позже. А сейчас давайте спросим себя, почему же мы спустя 10 лет говорим про такую скромную, казалось бы, игру? Дело в том, что она оказала огромное влияние на жанр хорроров и вообще игровую индустрию. А чтобы точно не пропустить новинки жанра ужасов, загляните в наш магазин игр IGMGG. Здесь вас ждут скидки до 90% круглый год, уникальные ачивки и кастомизируемый профиль. Мы обновили дизайн, и теперь пользоваться магазином стало еще удобнее, да и просто взглянуть на него приятно. Но еще приятнее взять классный хоррор с жирной скидкой. Прямо сейчас доступен полный первый сезон «The Dark Pictures Anthology», а атмосферную скорн отдают вообще почти даром. Так что точно надо брать. Поэтому отправляйтесь в IGMGG по ссылке в описании, выбирайте игры по душе и ни в чем себе не отказывайте. Пусть вас пугают крутые хорроры, а не цены на них. Но мы возвращаемся к теме нашего выпуска. Почему же Пяти стала настолько популярной? Да, по сути своей Пяти не более чем оригинальный маркетинговый трюк, но в этом и кроется ее феномен. Интерактивная реклама оставила в геймдеве более глубокий след, чем многие топовые тайтлы. Давайте подумаем, что сделало игру, которую можно пройти буквально за полчаса, такой популярной? Дело явно не в графике, какой бы фотореалистичной она ни была. Причем Кодзима упоминал, что картинку намеренно ухудшили, чтобы проект был больше похож на инди-поделку. Дело не в оригинальных механиках. В сущности, это просто симулятор ходьбы, где нет ни драк, ни стелса, ни какого-нибудь там паркура. Но это не помешало Пяти войти в историю. И на это есть сразу несколько причин. Прежде всего, сама серия Silent Hill. Тогда о ней очень долго не было никаких вестей. Последней игрой во франшизе числилась паршивенькая Book of Memories для PS Vita 2012 года. Да и та была не столько хоррором, сколько экшен-рпджи. Так что любой намек на новую настоящую Silent Hill встречали радостным писком. Потому что, когда в финале тизера под гитарные трели Акиры Ямаоки появлялась надпись Silent Hills, удержаться от восторгов было просто невозможно. Всем очень хотелось посмотреть на тизер своими глазами, поискать пасхалки и хоть какие-то намеки на будущие франшизы. Учитывая, что игру отдавали совершенно бесплатно, проблем с этим не было никаких. Впрочем, есть подозрение, что даже продавая ее Konami за деньги, фанаты все равно бы покупали, играли и просили еще. Но Konami сделала нечто более неожиданное. Пяти удалили из PCN. Очень редкий случай, когда один из крупнейших в мире игровых издателей напомнил нам о своем всевластии. Это наша. Наша. Konami тогда подчистую разругалась и окончательно рассталась с Кодзимой. Он ушел в свободное плавание. А сама игра стала недоступной. То есть автоматически еще более желанной. Да, объяснить ее популярность чисто внешними факторами было бы чертовски удобно. Однако, все дело не только в них. Дело в том, что Кодзима все-таки мастер геймдизайна. Даже скромный на первый взгляд инди-аттракцион он сумел превратить в настоящее явление. Для этого ему хватило одного коридора, подвала и совмещенного санузла. Пяти чрезвычайно цельное и поэтому такая страшная. В ней мало элементов, но все они работают как положено. Начнем с того, что пяти заигрывает сразу чуть ли не со всеми мыслимыми фобиями. Загибайте пальцы. Никтофобия. Боязнь темноты. Ну, с ней все ясно. Светлой пяти точно не назвать. Инсектофобия. Тараканов вообще мало кто любит. А здесь их столько, что хоть санэпидемстанцию вызывай. Клаустрофобия. Казалось бы, камерный мирок пяти должен быть безопасным, но... Вы только взгляните на эти приглушенные цвета и тусклый свет. Это больше похоже на ламинальные пространства The Backrooms, чем на уютное жилье. Отсюда хочется поскорее удрать. Временная петля, которая мешает это сделать, усиливает страдания не только героя, но и самого игрока. Это не просто коридор. Это настоящий лабиринт. И выхода из него нет. Агорофобия. Речь о том ее проявлении, которое связано с нарушением чувства безопасности. Игра мастерски трансформирует обычное, знакомое пространство дома в нечто зловещее. Поначалу не задумываешься о том, что может скрываться за поворотом или за дверью ванной, потому что окружение выглядит максимально привычным. Но именно это и пугает. Пяти постепенно разрушает нашу зону комфорта, вводя элементы, которые ломают привычный порядок вещей. Видение призраков — бесконечный цикл временной петли. Фазмофобия. Боязнь призраков, которая дала имя популярному сетевому ужастику. Одноглазая Лиза выглядит предельно неприятно, а ее неестественные движения вызывают закономерный эффект зловещей долины. Сюда же боязнь крови, младенцев, физических аномалий, смерти. Все это сплетается воедино. Пяти постепенно погружает игрока в атмосферу безумия. Повторяющийся коридор, странные звуки, таинственные сообщения по радио — все это влияет на разум, вызывая нарастающее чувство тревоги. Игра заставляет нас ощущать беспомощность и отчаяние, словно мы вместе с главным героем застряли в бесконечном кошмаре. Хидео Кодзима известен своей способностью стирать грань между реальным и виртуальным. В пяти это проявляется через момент, который ломает четвертую стену. Когда, чтобы разгадать последнюю загадку, нужно буквально поговорить с игрой через гарнитуру консоли. Если копнуть глубже, становится еще страшнее. Энтузиасты взломали пяти и обнаружили, что призрак Лизы постоянно находится за спиной игрока, прикрепленный к его модели. На всякий случай обернитесь, у вас сзади точно никто не сидит. Ну и главное — недосказанность. С этой игрой до сих пор больше вопросов, чем ответов. Мы почти ничего не знаем. Ни о том, что происходит в самой пяти. Ни о том, как она связана с Silent Hills. Ни о том, какие еще тайны в ней похоронены. Например, кто-то считает, что для решения неочевидной финальной головоломки нужно в определенный момент сказать «Джаред». Кто-то — Джек. Идея сама по себе жутковатая, но очень в стиле Кодзимы. Все в сумме делает пяти одним из самых страшных хорроров в истории. Лишь Катарсис в финале, когда мы, преодолев все страхи, наконец видим анонс Silent Hills, искупает эти мучения. Измученный унылым контентом, которым завалены все площадки, тогда ваше спасение в нашем бусте. Здесь вас каждую неделю ждут эксклюзивные ролики с рейтингом 18+, без цензуры и рекламы, на самые запретные темы, подкасты и закрытый чат с авторами. А еще мы сняли короткометражный фильм по Макс Пейн, и он выйдет только на нашем бусте. Ну как тут не подписаться? А мы пока вернемся к связям между Пяти и Silent Hill. При желании, между франшизой Silent Hill и Пяти можно найти гораздо больше общего, чем реклама так и не созданной игры или музыка Ямаоки. К примеру, концепция бесконечного персонального ада для главного героя. В Пяти ее выражает пресловутая временная петля. Мы снова и снова проходим одним и тем же маршрутом. Каждый раз видим что-то новое, но большая часть окружения остается прежней. Никогда не знаешь, сколько еще витков этого колеса Сансары тебя ждет. Может один, может бесконечное множество. Именно этот цикл страданий за грехи прошлого лежит в основе идеи почти любой части Silent Hill. Так что про него впору сделать отдельное видео. Напишите в комментариях, если хотите его увидеть. Злодейку? Злодейку ли? Зовут Лиза. Совсем как Лизу Гарланд, медсестру из самой первой части Silent Hill. Формально они никак не связаны, но вряд ли это случайное совпадение. О том, кто такая Лиза Гарланд и какую роль она играет в истории Silent Hill'а, можно узнать в наших видео о сюжете первой части игры. Даже само название вымышленной студии 7780 Studios намекает на площадь японской префектуры Сидзуока, название которой буквально переводится как Тихий Холм, то есть Silent Hill. В общем, с франшизой Silent Hill у пяти гораздо больше общего, чем у той же Book of Memories. При этом пяти придала серии новый уровень иммерсивности. Все благодаря переходу к виду от первого лица. Пожалуй, это единственный способ сделать интересным и действительно страшным крохотный зацикленный мирок. Ну как тут не вспомнить квартирку из Silent Hill 4, на которую мы смотрели глазами главного героя. Неудивительно, что пяти скачали больше миллиона раз. Успешная игра породила множество подражателей и просто эпигонов. Игру воспроизводили в творческой песочнице Project Spark на Xbox. В Minecraft на движке для создания японских ролевых игр RPG Maker, даже на GZ Doom. Появилась целая плеяда убогих подделок под пяти для Android. Пародии вроде странно-очаровательной QT и даже вполне играбельная версия для персональных компьютеров. Многие геймдизайнеры вдохновились пяти. В том числе благодаря ей последние десять лет стали эпохой рассвета хорроров от первого лица. Некоторые, вроде Allison Road, в итоге отменили. Какие-то, например, Visage, все-таки вышли и неплохо себя чувствуют. Авторы Rust, We Harvest Shadows и многих других проектов до сих пор признаются пяти в любви. В студии Bloober Team не скрывают, что их Layers of Fear многое взяла из пяти. Пяти повлияло даже на заклятого конкурента Silent Hill, Resident Evil. Достаточно взглянуть на седьмую часть. Она тоже впервые в серии сменила перспективу с третьего лица на первое. А знакомство пользователей с ней началось с небольшой демо-версии Kitchen для PSVR. Следом вышла Village. Самая необычная часть Resident Evil с вампирами и оборотнями. Местами она выглядит так, словно ее создавал сам Кодзима. Особенно, когда в доме Беневиенте нас начинает преследовать гигантский, уродливый зародыш. Хайп и конспиративные теории вокруг пяти привели к тому, что на игре стали паразитировать не самые честные разработчики. Сейчас в разработке находится хоррор-шутер Abandoned от студии Blue Box. Создатели Abandoned прославились тем, что активно намекали на прямое отношение своего детища к серии Silent Hill, Konami и Кодзими лично. Руководитель студии Хасан Кахраман постил таинственные аудиосообщения на японском. Размещал в Twitter сообщение, что Abandoned — это игра, которая начинается на S и кончается на L. Публиковал размытые изображения кого-то похожего на Солида Снейка и одновременно прямым текстом открещивался от какой-то связи с Silent Hill и Konami. Не будем делать выводы раньше времени, но учитывая, что все игры Blue Box либо не вышли, либо почти сразу после релиза пропали из магазинов, ждать Abandoned — никакого резона нет. Искать ее связи с Кодзимой тем более. Но с авантюристами все ясно. А что же в итоге имеем мы — обычные игроки? Konami на годы отказалась от работы с крупными проектами. Ходили слухи, что компания пыталась договориться с Кодзимой и вернуться к работе над серией Silent Hill вместе с ним. Однако официального подтверждения этим байкам не найти. А тем временем Кодзима трудится в собственной студии и троллит фанатов всевозможным возвращением хоррора. Один из его проектов — загадочный хоррор Оуди, которым Хидео обещает сказать новое слово в ужасах. Ждем с нетерпением. Саму Пити до сих пор активно стримят на Twitch. Фанаты ищут способы скачать Пити из PSN и запустить на PS5. Консоли с установленной Пити до сих пор продают на интернет-аукционах за какие-то совершенно невменяемые деньги. Цены доходят до полутора тысяч долларов. Ее разбирают по кирпичикам и находят скрытый контент и тайные смыслы. Есть даже теория, что Кодзима заранее знал о том, чем для него станет Пити — лебединой песней в Канами. Но это все только теории. Оставим их конспирологам и не будем напускать тумана. Его в истории Сайленд Хилл и в частности Пити и без того достаточно. Считать ли Пити последний настоящий Сайленд Хилл — решать вам. Но это точно один из самых громких, необычных и пугающих хорроров десятилетия. Настоящий феномен под маской играбельного тизера. И на сегодняшний день последняя игра серии, которую встретили положительно. Ведь The Shot Message и интерактивный сериал Ascension фанаты ожидаемо отторгли. Ну а перспективы грядущего ремейка второй части вызывают сдержанные опасения. Впрочем, шанс у игры все-таки есть. Ведь ее создает та самая Блубер Тим. И пусть даже не все их проекты одинаково хороши, разработчики клянутся в любви серии Сайленд Хилл и обещают, что их творение произведет на игроков такое же мощное впечатление, как и оригинал. Игра выходит уже 8 октября, так что скоро мы обязательно обсудим и ее. А у нас на сегодня все. Не забывайте оставлять лайк под видео, шевелить колокольчик, присоединяться к серверу в Дискорде и подписываться на наш профиль в ТикТок, Твич, Телеграм, обязательно Бусти. И, конечно, Ютуб-канал, чтобы точно не пропустить новые ролики от IGM. И непременно загляните в наш магазин игр IGM GG. Здесь все громкие новинки и любимая классика. Переходите по ссылке в описании и играйте только в лучшее. Вместе с IGM. Вместе с IGM. Но guess what? I will be coming back, and I'm bringing my new toys with me. Продолжение следует...